здравствуйте дорогие друзья вопрос два с половиной месяца назад мы не сделали операцию острого парапрактика рано до сих пор не закрылась когда хожу щиплет и я и чувствую есть выделение почему так что делать этот вопрос который задает наш форумчанин является совершенно типичным для проявления острого парапрактика значит что такое есть острый парапрактик внутри в анальном канале примерно на расстоянии полтора-два сантиметра есть так называемые анальные крипты куда открываются устья анальных желез которые как бы смачивают анальный канал чтобы облегчить процесс дефекации природе все очень здорово предусмотрено вот эти железочки иногда обостряются запор поносы тяжести охлаждение какие-то взрывные нагрузки а иногда может быть и без всякого видимой без всякой причины обостряются железочки и образуется микро отверстие внутри прямой кишки через которое инфекция проходит рядом с кишочкой возникает гнойный процесс появляется боли иногда температура и вот тут дальше два варианта значит человек идет врачу и как правило доктор производит вскрытие этого парапрактика гной выходит человек чувствует себя великолепно второй вариант когда пациент не идет врачу терпит такое бывает и счастье его если гнойник не идет во внутрь и в глубину это очень и очень опасно и рискованно но в таких случаях гной всегда ищет дорогу на ну как бы на выход туда где ему легче выйти и он в основном как правило выходит наружу и он сам прорывается тоже вариант как бы мнимого излечения потому что боли проходят но что получается потом внутри у нас остается отверстие и снаружи есть рана значит рана потихонечку уменьшается гной выходит боли проходят и со времени в течение примерно месяца может быть больше или меньше формируется свищ то есть такой вот канал он может быть прямой изогнутый он может быть с полостями разной сложности но формируется свищ который нужно оперировать это первый вариант наиболее частый вариант второй вариант когда вот это отверстие после того как человеку вскрыли острый парапрактита внутреннее отверстие закрылась закрылась зажил такска и все и наступает действительно после простого вскрытия выздоровление и человек живет счастливо не имея никаких болей очень редкий вариант но такое тоже бывает еще один вариант третий вариант когда внутреннее отверстие после вскрытия парапрактита прикрывается свищ рано значит воспаление проходит рано заживает внешняя рана внутреннего отверстия нет и в общем-то наступает период мнимого благополучия но но опять-таки по каким-то причинам по каким-то причинам запор там понос охлаждение опять открывается отверстие опять получается острый парапрактит и опять вскрытие и подобных обострений может быть иногда достаточно много это так называемый рецидивирующий парапрактит вот в этом случае наиболее сложная ситуация но если свищ понятно свищ надо оперировать если выздоровел само собой человек здоров пробовать ничего не надо вот в последнем случае вот при рецидивировании вот здесь нужно как говорится ловить момент и человек должен обратиться именно к специалисту проктологу который владеет методом радикального лечения острого парапрактита в острой стадии то есть вскрывается снаружи с парапрактит выходит гной находится во время операции внутренние отверстия и ликвидируется это не всегда возможно но как правило это удается сделать тем самым можно остановить дальнейшее рецидивирование этого парапрактита вот пожалуй все что я хотел сказать не болейте задавайте вопросы всего вам доброго до седанья но а а а и Субтитры сделал DimaTorzok